Музыка Музыка За какое только белье не берется сосед, когда ему хочется прикрыть собственный срам? Нет бы внемлить и исправить ошибки в отношении собственного населения коренных народов Азербайджана. Так нет же, последний задумался, что бы такое придумать для Армении, чтобы хоть как-то развернуть там гражданскую войну? Ведь от бархатной революции Пашиняна толку не было, ожидания не оправдались, а ожидания были такие, что армянин армянину начнет глотку перегрызать, в результате чего начнется хаос. Не для площадей, а для защиты своего дома, своей страны. Тогда азербайджанские киберотряды решились на комиксы столкнуть лбами кого бы вы думали? Армян и езидов, провоцируя последних на некий езидистан на территории Армении, позабыв о том, что Армения страна мононациональная и что автохтонным населением Армении издревле были и есть армяне. Чего, увы и ах, не скажешь об Азербайджане. Итак, в последние месяцы стали один за другим появляться глупые и лживые сюжеты о том, что в Армении происходят столкновения между армянами и езидами. Мол, последние претендуют на Армению в качестве езидистана. Правда, замалчивается промежуток истории, когда бы такое государство было на территории Армении, будь хоть восточной, хоть западной, хоть киликийской. Азербайджанские изверги, которые еще совсем недавно отрезали голову мертвому езиду Караму Слояну, бойцу армянской армии, захотели вдруг примерить шкуру лани и выступить адвокатом езидов. Между тем, как сами езиды спят и видят азербайджанских извергов, чтобы отомстить им. На канале YouTube с говорящим логотипом «Езидистан» продемонстрировали езидскую конференцию в Москве, где обсуждались проблемы езидов в Ираке, в Синджаре, говорили о беженцах, о без вести пропавших, погибших и прочих. Но азербайджанские киберуроды не побрезгали даже такой щепетильной темы и перевели, якобы перевели на русский язык, как антиармянскую конференцию, где, дескать, езиды обсуждают ущемление прав езидов в Армении и вообще создание на территории Армении езидского государства. Полагаю, что такими выходками азербайджанская сторона еще пуще настраивает против себя езидов после случившегося с Карамом Слояном. И вообще азербайджанцам, как мне кажется, стоит взять у армян мастер-класс в отношении своих нацменьшинств. Напомню, что езиды не являются автоктонным народом Армении, но имеют все для сохранения и приумножения своей культуры и языка на территории Армении, в отличие от лезгин и талушей в Азербайджане, являющиеся самыми, что ни есть, хозяевами своей земли на той территории, что сегодня называется Азербайджаном. Благодаря розчерку пера сначала турецких эмиссаров, затем Сталина. Езиды в Армении не только не имеют никаких проблем с армянами и территориальных претензий к Армении, но и свои школы имеются с преподаванием езидского языка, свои учебники, даже свою кафедру на основе кафедры иранистики в Ереванском государственном университете. Также у езидов имеется своя газета на национальном езидском языке «Эздихан». А с 1990-х годов в Армении для езидов создалась письменность на основе русской графики. Велось преподавание в начальной школе, издавалась газета «Данге Эздия» «Голос езидов». Армения, по сути, единственное в мире государство, где езиды имеют такие блага. Ни в какой другой стране у езидов нет ничего подобного. И по этой причине Армения принимала у себя в последние годы не только армян, беженцев из Сирии, но и езидов, беженцев из Ирака. Причем, замечу, если многим армянам выделялись земли и дома для обустройства в Карабахе, то езидам разрешалось размещаться в Армении в местах компактного проживания езидов, чтобы этот народ не был разбросан. Теперь, что касается талуше и лезгин многочисленных народов Азербайджана, которые, будучи автохтонами, являются чужими на своей же земле. Лезгины, наряду с удинами, табасаранцами, ингилойцами, рутульцами, аварцами, другими национальностями, говорящими на языках кавказской лингвистической семье, были и есть коренным населением всего северо-запада сегодняшнего Азербайджана вдоль Каспия и Куры, где некогда размещалось их государство Кавказская Албания, о котором писали многие античные авторы, в том числе Геродот, в своей истории. Он даже описывал это население. Кому интересно, может заглянуть в книгу истории Геродота, где отдельная глава посвящена Армении, а другая – Кавказской Албании. И ни о каких азербайджанцах или тюркской речи в главе ничего не сказано. Более того, описывается именно кавказский тип лица албанов, а не азербайджанский, который имеет иранский субстрат. И говорить о том, что сегодняшние азербайджанцы – это в том числе и потомки Албан, некорректно и глупо, учитывая, что сегодня живы сами потомки Албан в чистом виде. А значит, по сути, они и есть стержневое население Азербайджана, не имеющие при всем этом ничего из того, что имеют в Армении те же езиды. Разве что место их компактного проживания. И то до поры до времени, так как способность к этнофагии пожираний других народов у азербайджанцев и турок никто не отменял. Теперь о талышах, которые тоже являются коренным с населением сегодняшнего Азербайджана и издревле занимающие, не считая при Каспии и Ирана, всю Муганскую равнину и талышские горы вдоль Каспия. Да будет необразованной массе азербайджанских гуманитариев известно, что талыши – автохтомное население потомки кадусиев. А термин «талыш» впервые обнаруживается в армянском переводе романа «Истории Александра Великого», составленный в XVI веке. Это был перевод с греческого источника V века. Здесь я могу сослаться и на английского востоковеда Марварта, и на энциклопедию ислама. О талышах в своих произведениях рассказывают многие древние и средневековые авторы Европы и Арабского Востока. И описывают их место жительства аккуратно тот самый регион, где они компактно проживают по сей день. Один из ближайших выпусков я собираюсь посвятить талышскому народу, ибо это совсем немалый и далеко не молодой народ, как преподносят это в Азербайджане, чтобы уравнить себя с талышами. Что касается езидов, то повторюсь, историческое место компактного проживания езидов является север Ирака. Там же находится и святыня езидов Лалш. А единственная страна, где у езидов есть все, кроме Лалша, это Армения. И езиды это знают. Поэтому, как и в начале 20 века, сто лет спустя, езиды всегда сочувствовали армянам, а армяне езидам. Вспомните тот же 1918 год, Башапаранское сражение, где огромную часть конницы армянских войск составляли езидские соединения джангираги, воевавших против турок. А сегодня в Ереване стоит памятник джангираги. И подписан он как езиду, сражавшемуся против турок за Армению. Попробуйте вы показать памятник Азиасланову, где он назвал бы, был бы сыном талышского народа, а не азербайджанского. В той же Википедии ваши википедисты подписали Азиасланова в качестве азербайджанца. Вот вам и разница. Поэтому, как я сказал вначале, берите пример с армян. Дайте талышам и елизгинам сохранить и приумножить свою культуру, а не тюркизируйте их. Пок еген бал емез, амма ким били, намуз да яшши шейни.